Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о коляске от компании X-Landr. Это польская компания. Моделька у нас называется X-Move. Рассмотрим мы с вами сегодня комплектацию 2 в 1. И по традиции вначале скажу именно в цифрах ее самые основные технические характеристики. Гарантию у нас производитель дает 2 года. Вес у нас с люлькой 13,5 кг. С сиденьем с прогулочным блоком у нас 14,4 кг. Сильная сторона прогулочного блока у нее наклон. Спинки сиденья от 110 до 170. Естественно с рождением можно использовать до 3 лет. Ширина колесной базы 60. Размер люльки 77-31. И максимальный вес ребенка она выдерживает 15 кг. Вот. Начнем мы изучать ее с люльки. В любом случае люлька будет первой эксплуатироваться. И как бы пойдем сверху вниз. И потом посмотрим с вами на прогулочный блок. И бонусом еще кое-что в конце вам покажу. Что у меня очень приятно впечатлило. Соответственно люлька. Люлька вот смотрите друзья. Она действительно большая. Очень мстительная люлечка. С очень удобным хватом. Здесь у нас можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Ну кому как надо. Хорошо у нас поднимается бортик. Он держится на кнопочках. Причем и сверху кнопочки и снизу кнопочки. Все это легко открывается. Убираем накидочку. И давайте заглянем на нее внутрь. Внутрь повторюсь она очень большая. Очень мстительная, глубоченная, с деревянным основанием. Хороший, классный, мягкий. Ткань материала вообще просто огонь. Материал в общем используется то что надо. Я думаю недовольны вы не будете. Кармашек для чего-нибудь. В общем пространства в люльке будет вам предостаточно. У нас люлька, козырек регулируется вот таким образом. Мы его или опустили или подняли. Вот кстати как он снимается. Вот так по бокам кнопочки. И соответственно снимаем. Что касается основания. У нас здесь есть 4 ножки. На которые мы ставим ее на землю и не пачкаем. В общем эксплуатация она вас порадует. На козырьке у нас еще есть дополнительный функционал. Насколько я знаю здесь можно открыть. Где замочек? Дополнительно открыть. И вот так вот создать у нас вентиляцию внутри люльки дополнительно. Москитная сеточка. Кстати москитная сеточка идет в комплекте. Москитная сеточка на прогулочный блок. Она встроена в подножку. По-моему что-то с дождевиками еще было. Дождевик для люльки тоже будет. Не для прогулки. Для люльки. Вот собственно вот такая вот люлечка. Нормальная такая царская ложа будет у вашего ребенка. И вместительностью. С вместительностью здесь все очень-очень хорошо. Так давайте изучим прогулочный блок. А потом перейдем с вами к раме. Прогулочный блок можно ставить естественно и по ходу и против хода движения. Это естественно и нормально. Что касается прогулочного блока. Он тоже гигантских размеров. Козырек тут просто жирнющий. Он полностью во всю длину сиденья все закрывает. Сзади у нас тоже все закрыто. Накидка на ножки кстати идет в комплекте. На прогулочный блок накидочка тоже у нас сразу будет идти. И утеплить ребеночка зимой мы сможем прям по самое как надо. Соответственно здесь вот эта часть у нас может быть закрыта. Если вам не нужна. Соответственно здесь уже решаете сами. Дополнительно мы можем как в люльке открыть вот эту секцию. И соответственно пускай ветерочек гуляет. Ну или использовать это как смотровое окошечко. Когда тепло, нет дождя. Можно в принципе этим пользоваться. Вот козырек убираем. Спинка у нас здесь регулируется не с помощью всяких тросиков, а именно механически. Поднимаем. Кстати в спинке еще у нас здесь есть кармашек. Тоже удобно. Так, смотрим на те самые 110 градусов. Так, все, да. 110 градусов у нас сиденье. Сидит ребенок. 170 лежит. Пятиточечные ремни. Мягкие накладочки везде есть. У нас естественно бампер. Бампер как алиточка откидывается. Подножка у нас регулируется. Все четко. И вот в подножке, как они умудрились вообще интересно сделать. Спрятана москитка. Мы просто ее натягиваем сверху. Прекрасно. Вы ее не потеряете. Не забудете уж точно. Она всегда при вас в кармашке подножками у ребенка. Так, что касается материалов. Материал достаточно грубоват на ощупь. Он не то, что там шелтым, мягенький. Вот как в люльке внутри. Нет, такого нет. Слышно вам? Он такой. Что-то типа еще более плотный, чем джинса. Но он очень износостойкий. Легко чистится. Вот в плане эксплуатации. Практичности эксплуатации. Здесь вот все в порядке с этим. Сидение достаточно глубокое. Достаточно мягкое. В общем, я думаю, с посадкой здесь вопросов не возникнет. Нормальный, человеческий, хороший блок. С гигантским просто козырьком. Вообще все в порядке. Соответственно, давайте изучим раму. Посмотрим, что рама из себя представляет. Ручка здесь регулируется. Эко-кожа. Все как надо. Давайте амортизацию сразу оценим. Спереди. Достигается только за счет надувных колес. Она тут есть немножечко, да? Но в основном это из-за колес. Что касается сзади амортизации. Но сзади она просто огромный ход имеет. Плавность хода здесь хорошая. Колеса надувные, резиновые. В общем, все четко. Вот. В принципе, что парами еще тут можно сказать. Хорошая сборка. Очень качественная. Мне понравилась. Я всегда перед обзором коляски давлю, кручу. На излом пытаюсь их пустить. В общем, никаких подозрительных звуков не издает. В общем, все нормально. Колеса у нас блокируются. Кстати, на колесах везде есть отражатели. Вечером вас заметят. Если машина будет съехать, светит на вас. Так. Багажник тут царский. Большой. С жестким основанием. Вот. Поэтому он не будет провисать, как не пойми что. Вот так вот закрывается. Тормоз. Оба раза сверху у нас нажимается. В общем, пока что идем. Изучаем. И как таковых вот прям минусов. Но я пока не вижу. Хотелось бы немножечко на передних колесах амортизацию. Чуть помягче. Но это слегка компенсирует задняя ось. Все нагрузка же сзади. Поэтому я думаю, все окей. Ну, дубные колеса, они все-таки все колебания и гасят. Здесь еще на место протектора X-Landr надпись. Так вот сделали. Интересно. Вот. В общем, с рамой все понятно. Сейчас мы с вами посмотрим, как ее сложить. Так. Убираем прогулочный блок. Так. Какой-то блок прям мощный. Так. Прогулочный блок. И чтобы ее сложить, я честно признаюсь. Я инструкции практически никогда не читаю, как любой русский человек. Мне всегда привычно что-то самому разобраться. Я пока додумался, как ее вот складывать. Но меня навело на мысль, думаю, что за цифра 1, что за цифра 2. А тут, оказывается, нужно нажать цифру 1, потом цифру 2 и потом складывается рама. Обалдеть. Обалдеть. Никаких вот кнопочек сверху, крючков, ничего. Вот смотрите. Вы можете оставить этот блок здесь, но он будет торчать. Так тоже будет торчать. Поэтому я бы его отдельно убирал и ложил уже просто как-то сверху, чтобы было аккуратненько. Так, давайте разложим. И покажу вам приятную мелочь, которую я обнаружил. Это совместимость с люльками от компании Britax. Без необходимости доукомплектовывать коляску адаптерами отдельными. Здесь она становится на штатное место. Все, и, соответственно, люлька Britax это одна из лучших компаний, которые делают на рынке люльки. Люльки у них шикарные, безопасные, напичканные технологиями безопасности, усиленная боковая защита. Но вообще-то отдельный разговор. И вот вы эту люльку без всякого колхоза, дополнительного геморроя, просто покупаете люльку, устанавливаете ее в штатные места. Как по мне, очень-очень приятный бонус. Ну, классно же, посмотрите. Куда-то проскочить, проехать, дела поделать. Самое оно. Поликлинику, в конце концов. Вот. В принципе, по большому счету, что я вам не рассказал. Все, в принципе, рассказал. Как по мне, неплохая колясочка. До 50 тысяч рублей на текущий момент. Естественно, все меняется постоянно. В такой стране мы чудесно живем. Ссылка внизу в описании будет на магазин Первая коляска. Если вам же в обзоре понравилось, заказ сбрасывайте, все привезут, все нормально. И там же вы видите, естественно, актуальную цену и самые подробные детальные технические характеристики, которые я мог вам сегодня не назвать. Собственно, как по мне, коляска достойна внимания, как минимум. Очень интересное решение получилось у X-Landera. Вообще, такой достаточно популярный бренд. У всех на слуху. Очень часто хотят его увидеть, рассмотреть. И вам я рекомендую это тоже сделать. Если обзор понравился, а с вас лайк, подписочка на канал, не забываем. Первой коляске большое спасибо за предоставленный X-Landera на обзор. А вам хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok